Глава Раменского района Андрей Кулаков перед началом судебного заседания сегодня гнул свою линию. Уже третий год его обвиняют в убийстве коллеги Евгении Исаенковой. Считаю это, ну, большайшая несправедливость, как и было с самого начала, и это всё продолжается. Их связывали близкие отношения. Он был главой района, она зампредседателя местной общественной палаты. Когда в 2019-м в лесополосе была найдена машина с телом Исаенковой, подозрения пали на Кулакова. Он спешно ушёл в отставку и засобирался с семьёй в Белоруссию. Но был арестован. Это дело, его с самого начала называли, да и оно и относится к так называемым делам, где всё совершено в условиях неочевидности. Установить истину бывает очень и очень сложно. Следователи быстро восстановили картину убийства. Исаенкову избили в её же машине, задушили, уничтожили следы. А затем кто-то наведался в квартиру, которую Кулаков снимал вместе с погибшей для встреч. Там тоже была проведена генеральная уборка. К тому же из телефона Исаенковой пропали СМС от Кулакова. Следствие мотивом убийства посчитало ревность. Кулаков в интервью нашим коллегам из программы расследования Эдуарда Петрова вину не признал. Почему вы не виновны? Потому что я не убийца, я никого не убивал. Я просто никакого близко к этому преступлению не стоял, как говорится. Я находился в это время дома, с семьёй. Он провалил полиграф. На теле Исаенковой нашли его ДНК, а в телефоне угроза от Кулакова. Но присяжные в октябре прошлого года оправдали бывшего чиновника. В прокуратуре намеревались обжаловать решение, а вскоре оказалось, что процесс прошёл с нарушениями. Свидетель защиты страдал расстройством личности. Да и старшина присяжных с одним из заседателей, оказывается, не имели права участвовать в суде. Был установлено, что один из присяжных скрыл свою судимость по статье 317 УК РФ. Кроме того, ещё одна присяжная скрыла судимость своей внучки, которая отбывает наказание. Из-за этого в декабре приговор отменили. Услышав это, Кулаков тогда вспылил. И вот спустя три месяца Кулаков вновь явился в суд, надеясь остаться на свободе, но был повторно арестован. На процессе сегодня даже успели выбрать новых присяжных, которые будут вершить исход этого дела.